всем привет это моя колимба или по-русски щипковая пианино я его сделал своими руками и сейчас собираюсь рассказать что он из себя по конструкции представляет то есть она колимба что себе представляет и как я ее сделал основа инструмента это корпус в виде коробки из фанеры фанеру я взял 5 миллиметровую и все соединения делал на клею клей 88 профессионал я использовал именно профессионал потому что бывает 88 супер быстрый кажется ну в общем профессионал отличается хорошей прочностью реально значит коробка на ней вот это вот возвышение прямоугольник из фанеры потолще 8 миллиметров называется порожек инструмента и на нем закреплены язычки из металлической ленты так как они разной длины то имеют разную высоту звука играет на ней как примерно как на гитаре проводя держа двумя руками вот так и большими пальцами проводя по язычкам можно одним пальцем две ноты брать строй здесь идет диатоника минорная гармонический минор по терциям это я нашел этот строй очень интересным потому что с одной стороны терции соседние ноты дают терцию а соседние удобно брать одним пальцем собственно только соседние можно брать одним пальцем и получается что двумя большими пальцами можно взять аж четырехзвучный аккорд нормальный классический аккорд можно взять и чем они закреплены язычки саморезами с гайками да на порожек наклеены еще две подставки это металлические тоже лент ленты или проволок ну короче здесь у меня лента а здесь проволока лента просто наклеена а для проволоки сделано углубление и она в него вклеена это почему-то улучшает качество звука в качестве проволоки я использовал кусок велосипедной спицы потому что она очень прямая и и вот эти гайки как бы прижимают язычки именно к подставкам мне кажется что подставки передают звук в дерево так как они находятся в углублении и за счет этого звук лучше передается корпусу резонатора значит еще раз порожек на нем две подставки между подставками ряд отверстий на расстоянии на расстоянии один сантиметр отверстия в которые вкручены саморезы с гайками и между саморезами вставлен вставлены язычки получается каждый язычок прижимается двумя гайками прижимается к подставкам до дерева вообще они не касаются язычки и язычки и гайки не касаются дерева вот это отверстие предназначено для определенного звукового эффекта такой звук такой об этом попозже скажу значит корпус представляет из себя резонатор одна стенка замещена крышкой то есть крышка это что это прямоугольник той же самой 5 миллиметровой фанеры который по размеру хорошо подходит к проему и плотно вставляется и он наклеен на другой прямоугольник из фанеры чуть побольше из тонкой фанеры 3 миллиметра кажется вот внутри инструмента внутри инструмента я установил внутренний микрофон который выполняет функцию звукоснимателя сам микрофон электретный почему то он так называется вот он к верху приклеен от него провод идет к разъему звуковому на 3,5 миллиметра и вот с этой стороны вставляется провод который можно подвести к микрофонному входу звуковой карты компьютера и инструмент очень даже хорошо будет звучать при этом в колонках его можно и записывать на компьютер сейчас я это продемонстрирую вот этот провод идет на микрофонный вход компьютера вот я подключаю сейчас колонки включу пошел этот фоновый противный звук вот я рукой прикасаюсь к корпусу компьютера и фон исчезает как бы мое тело как бы экранирует или заземляет что-то из этого отлично звучит в колонках можно настроить уровень это с открытой крышкой теперь крышку закрою так вот я к отверстию пальцем прикасаюсь и так сейчас я сделаю запись даже голос записывает сейчас вот пошла запись фон убрал ногтем если задеваю за язычки они не издают слишком резкий резкую атаку вот это вот я наклеил для того чтобы пальцы когда прикасаются крышки инструмента микрофон ловит это шуршание и на ней когда играешь то пальцы как раз попадают на эту крышку а это пенополиэтилен он изолирует теплоизолятор звукоизолятор микрофон не улавливает почти что это шуршание которым не слышно так напрямую а микрофон его не улавливает может быть еле-еле такое шуршание по голому корпусу если нужно перестроить одну или несколько нот то нужно вот это например перестроить нужно оба этих винта расслабить и переместить язычок или вперед или назад в зависимости от того куда нужно его перестроить вверх или вниз если вверх нужно то вперед его передвинуть если нужно понизить то назад к себе принцип я думаю очевиден понятен чем длиннее вот эта часть язычка которая вибрирует тем ниже будет тон есть одна отличная идея как можно перестроить временно язычки ничего не откручивая и не передвигая с помощью добавления груза с помощью неодимовых магнитиков маленьких вот язычок например если на него примагнитить вот сюда скажем вот сюда примагнитить маленький магнит то его тон понизится именно вот поэтому я назвал эту колимбу хроматической потому что в целом она способна дать любой тон любой из 12 любую черную любую белую клавишу а